Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой был счет в матче любимой команды, вам сюда. Это программа «Дополнительное время» – еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт, внимание! Давно я ничего не рассказывал вам о комплексе «Готов к труду и обороне», а рассказать есть о чем. В Арзамасе состоялась спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди тренеров и преподавателей физической культуры в школах. В личном зачете Светлана Коляскина Дюш Саров представляет завоевала серебряную медаль. Инструктор по физической культуре детского сада номер 2 Наталья Заматаева установила рекорд дня по отжиманиям в упоре о гимнастическую скамьё и заняла первое место. Учитель физкультуры из СПТ имени Музрукова Анна Архипова стала рекордсменкой по стрельбе из электронного оружия, отжиманием от пола и количеством повторов в упражнении на пресс и завоевала золотую медаль в личном зачете. В Держинске состоялись девятые традиционные всероссийские соревнования по легкоатлетике памяти заслуженного тренера России Селиверстова. По традиции наш город представляли воспитанники Дюшикар. Мария Девяткина выиграла на дистанции 300 метров, Евгения Иришева стала первой на 300-метровке и заняла второе место на дистанции 60 метров. Павел Жарков победил в тройном прыжке и завоевал бронзу в прыжках в длину. Валерия Борисова поднялась на вторую ступень пьедестала на дистанциях 600 и 1000 метров. Павел Резяпов пробежал вторым 600 метров и третьим 1000 метров. Илья Зубанов стал бронзовым призером на дистанции 600 метров. 24-25 ноября в спортивном комплексе «Юниор» прошло открытое первенство Сарова по художественной гимнастике «Осенний карнавал». Более 80 гимнасток из Нижнего Новгорода, Арзамас и Сарова, соревновались за медали в личном первенстве и групповых упражнениях. Первыми право показать свое мастерство в художественной гимнастике предоставили самым юным спортсменкам. Девочки с 6-7 лет выступали без снарядов и демонстрировали зрителям и жюри правильность выполнения гимнастических элементов, а также пластику и гармоничность композиции. Ирина Ручкина всего год занимается художественной гимнастикой, но уже почувствовала, насколько это сложный вид спорта. Потому что там можно научиться садиться на шпагат, другие элементы делать. Самые маленькие гимнастки выступали под песни из любимых мультфильмов. Девочки из Нижнего решили взять за основу русский фольклор. Шпагаты, перекаты, ласточки и кувырки гармонично вписались и стали частью задорного народного танца. Сами дети музыку почувствовали. Когда подбирали музыку, они сами выбрали, мы хотим под нее выступать. И больше они как-то в нее вкладываются, им больше нравится. Она очень веселая такая, энергичная. Поддержать юных гимнасток пришли родственники и друзья. За кулисами справиться с волнением и вспомнить элементы помогали спортсменке постарше. Участие в открытых соревнованиях в нашем городе для сборной из Нижнего Новгорода стало уже традицией. Как только проводят соревнования, мы всегда на них приезжаем. Нам здесь очень нравится, потому что здесь теплая атмосфера. Праздник красоты и грации продолжался два дня. Мастерство гимнасток оценивали как в личном, так и в командном первенстве. Сильнейшие спортсменки получили дипломы и памятные подарки. А еще на этой неделе прошел чемпионат города по бадминтонам. Кто в нем участвовал и как научиться побеждать, выяснила Алла Екатерина Опенова. Городской чемпионат собрал как опытных, так и начинающих спортсменов. Один из участников, Денис Ершов, занимается бадминтоном 25 лет. За это время он неоднократно побеждал на различных соревнованиях, становился чемпионом Сарова. Денис Ершов считает, что в нашем городе созданы все условия для занятия этим видом спорта. Тренировки проводятся каждый день. То есть народу есть где заниматься, проводят соревнования. Люди выезжают на соревнования нерегулярно. Максим Вершинин серьезно тренируется уже два года. До этого занимался пляжным бадминтоном. Максим уверен, что бадминтон – это идеальный вид спорта. Здесь участвует все. Удар также идет от пяточки, кончается кистью руки. Сначала у них, конечно, будут травмы. Но так как у нас коллектив большой, дружный, все больше и больше они будут любить этот вид спорта и не смогут без него жить. Бадминтон стал популярен в нашем городе в 70-х годах. Тогда же и возникла федерация бадминтона Сарова. Сейчас ее возглавляет Вячеслав Никитин. Тренировки для всех желающих проходят практически каждый день. Однако нужно понимать, что бадминтон – непростой вид спорта. Я бы его приравнял к быстрым шахтам. Здесь надо очень быстро думать, что делать. Возможно, это все затягивает потихоньку. То есть, поначалу кажется, что это все как-то так, ну что там, волочек попинать. А потом уже понимаешь, что, особенно когда играешь с игроками в более высоком уровне, что не все так просто. В середине декабря в нашем городе состоится открытая личная первенство «РФИАЦ ВНИЕФ» по бадминтону на сетке. Такой турнир проходил в Сарове уже два раза. В этом году организаторы планируют привлечь участников из других городов. На этой неделе в «Дельфине» отплавали городские соревнования. Возраст участников был самый разный. И как показали заплывы, опыт все еще очень часто берет вех над молодостью. Только вернувшись из Саранска с открытого Кубка России по плаванию, сотрудница ядерного центра «ВНИЕФ» Лариса Головина вновь готова к борьбе за главный приз. После почти 30-летнего перерыва спорт снова занял в ее жизни одно из главных мест. Тренировки, турниры, чемпионаты добавили ритму в размеренную череду событий. Вот уже третий раз она участвует в муниципальной спартакиаде. Вспоминая юношеские соревнования, Лариса отмечает, что они отличаются от нынешних. Не было такого понятия, как приходили ветераны и соревновались с нами на равных. Не было такого. А сейчас, на данный момент, то есть уровень подготовки ветеранов таков, что мы составляем конкуренцию нашей молодежи. Более возрастные спортсмены не давали расслабиться молодым соперникам, зачастую опережая их на дистанции. Студентка Сарфти Светлана Воронкова впервые принимала участие в спартакиаде и не ожидала, что основная борьба будет с командой ветеранов. Результаты ровесников Светлана не брала в расчет и все внимание сосредоточила на итоговом времени тех, кому за 40. Конкуренция была. Соперники тоже достаточно сильные. В основном ветераны соперники. Светлана занимается плаванием более 8 лет. За плечами множество различных соревнований и наград. Совсем скоро девушку получит звание кандидата в мастера спорта. На состязаниях, если есть выбор, как плыть, всегда выбирает брас. Мне ближе всего стиль брас, потому что мне нравится его техника плавания и просто как он выглядит со стороны. 25 ноября хоккейный клуб «Саров» провел очередной выездной матч в Тольятти с местной «Ладой». Первый период команды завершили с нулями на табло. В самом начале второго периода «Лада» получила численные преимущества и открыла счет, но вскоре гости забросили ответную шайбу. В начале третьего периода тольяттинские хоккеисты осадили ворота «Саровчан», реализовав только один момент. В середине периода «Саровские» хоккеисты сравняли счет, но на 58-й минуте «Хозяева Льда» вновь вырвались вперед. Итоговый счет 3-2. Не получилась игра и у команды «Саров Инвест». На выезде наши хоккеисты уступили команде «Кстова». Я отправился вместе с ними и увидел все своими глазами. Вице-чемпион прошлого года высшей лиги Нижегородской области хоккейная команда «Кстова» оказалась сильным соперником. На первой же минуте встречи «Хозяева Льда» смогли распечатать ворота «Саровской дружины». И весь оставшийся период преимущества в счете и владении шайбы было на сравне к «Саровчан». Говорили в раздевалке, что не надо недооценивать соперника. То есть ребята, да, у них есть какие-то финансовые трудности в команде, но тем не менее они могут, они хотят. Поэтому вышли. Больше хотели, но сейчас будем немножко выравнивать. Ко второму периоду «Саровчане» подошли более собрано. Добавили скорости, начали создавать опасные моменты возле ворот соперника. Их усилия увенчались успехом, но распечатав ворота «Кстовской» команды за следующие пять минут, наши спортсмены получили в свои ворота еще две безответных шайбы. Остроты этой встречи добавляли постоянное удаление у обеих команд. Правда, реализовать большинство команде «Саровинвест» так и не удалось. Немножко не готовили это, не занимались этим. Ну, где-то придет к столу. Не можем, не можем пока большинство реализовать. Сейчас проведем беседу. Я думаю, что в третьем поправим немножко положение в плане мышцовства. В третьем периоде «Саровчане» смогли забить еще один гол ворота «Кстовской» команды, но на результат всей игры эта шайба не повлияла. Финальный свисток и на табло зафиксирован неутешительный для нашей команды счет 5-2. Я думаю, игра неплохая получилась. Последних минут упорная борьба. Спасибо ребятам, что нам удалось сегодня победить, потому что мы до этого в Держинске проиграли. Как бы нужно было реабилитировать, тем более на своем льду не имеем права проигрывать. По игре равная игра. Чуть-чуть нам повезло. Следующая домашняя встреча «ХК Саров Инвест» пройдет в воскресенье 2 декабря. В гости в наш город приедет команда из Дальнего Константинова. Начнется игра в Ледовом дворце в 14 часов. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и присоединяйтесь к нам в сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Одноклассники. Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!